Я не буду повторяться, но я не вижу, что все выступающие до меня, то есть это единое положение, может быть, немножко было сказано, чуть-чуть относительно того, что экономисты научить технические, а так, в целом, мы видим, что необходимость экономического образования нужна всем технарям, потому что отраслевая направленность управлять нужно чем-то, я не говорю не только о менеджерах, а менеджерах. И хочу начать просто с примера. Когда появился сам-сам, и когда нужно было создавать и обучать специалистов у нас здесь в России, и более широко, то Торчий Базбер сделал такой проект, и мы создали центр международной логистики, да? И он был создан-то не при нашем университете, только адресского его узора, например, транспорт 1999 в России, а в Европе нет вообще. И почему он был создан, например, начально при большом нашем университете Тербурга? Ну, при участии нашего университета. А когда отобрали лучших студентов, 20 человек, для учения, выяснилось, что менеджеры Большого университета и менеджеры нашего университета не совершенно по-разному подготовлены. И именно успешно стали обучаться именно студенты нашего университета. Это в ту тему, что экономическое образование должно быть с отраслевой направленностью. Просто менеджер общий, управлять его нужно чем-то, каким-то объектом. Объекты разные. Поэтому я, конечно, за то, и я думаю, тут единое главное, что экономическое образование должно иметь отраслевую специфику направленности, и что нормальному специалисту-технарю экономические знания тоже абсолютно необходимы. Вот уже говорю про второе образование. У нас тоже есть второе лучшее экономическое образование. Оно очень востребовано. И туда идут руководители и среднего звена, и даже более вручного звена, и наоборот, и наоборот, потому что им не хватает экономических знаний. Наверное, нам всегда приславилась наша высшая школа тем, что мы давали широкий профиль знаний, да, широкий направленность, не ушко, когда там только кто-то занимается определенной направленностью. Поэтому, наверное, и в данном случае, я шире захватываю, чем темы сегодняшней, что для технолей экономические знания тоже необходимы. Потому что любой руководитель, как называют, что вы Мехи, почти все руководители там, я абсолютно уверен, что они самообучались, наверняка без экономических знаний это невозможно. Поэтому, наверное, их нужно давать, нужно давать, наверное, в рамках даже технической подготовки. А экономистов техническая направленность знаний абсолютно необходима. Поэтому не хочу дальше останавливаться и проводить, какие-то еще примеры. Наверное, даже это не обсуждается. Единственное, на другом немножко хочу остановиться. Вот сейчас мы перешли на федеральные образовательные стандарты, и там и экономисты, и менеджеры, специалитета уже не осталось. У нас есть только бухгалтер и магистратура. Ну, 4 года для экономистов с технической профилизацией, конечно, мало. Может быть, и бухгалтер, да. Поэтому, но зато есть второй уровень магистратуры. И магистратура, она может быть или научной, например, или прикладной. И вот тут был такой опыт, когда даже специалисты давали еще дополнительные знания по направленности того профиля и той программы с магистратурой, которая нужна для какого-то предприятия. Вот эти контакты с предприятиями в каком виде? Видите ли в их направлении? Видите, какие-то другие формы, где Николаевич будет рассказывать. Здесь, в нашем университете, раньше, система, когда готовили специалистов, экономистов в том числе и для менеджеров, была очень большая, большой процент целевой подготовки. Целевой подготовки как для ОРЖД, как для «Огрожный монстр», это третья по размеру организация в России, да, после «Газпрома». И на технических специальностях, где-то до 70-80% был целевой прием, на экономических поменьше, но до 30-40% только тоже целевой прием. Переход на Бакаланскую и магистрскую подготовку как-то разрушил вот эту систему целевой подготовки. И сейчас, общаясь достаточно близко к замначальнику Октябрьской дороги, у нас, двигатель нашего региона, это все-таки Октябрьская дорога, Северная, один словом замначальнику показывали, что он был социальным вопросом. Пока еще ни одной целевой подготовки заявки на магистров нет. Но вряд ли уже имеет эту магистровую целевую подготовку, целевой прием. Хотя для экономиста, для менеджера фон процентно-то шире меньше, чем для технологий. Но он существует и он нужен. Вот это надо развивать, развивать связь, как звучало, с предприятиями-потребителями наших, специалистами наших, бухгалавров и магистров. И, наверное, там надо корректировать абсолютно четко учебные планы, в соответствии с их требованиями. У нас есть, например, специальная годовая еще переподготовка в рамках магистратуры или дополнительного образования. Вот эта связь, она должна быть, ну, интересно, взаимно. Во-первых, мы будем готовить более четко под то направление деятельности, которое нужно предприятию. А предприятие должно финансировать эту подготовку. Потому что все поставить на платной основе даже востребованных экономистов и менеджеров, это, на самом деле, не очень правильно. Во всем мире, и вот уже об этом сегодня говорилось, что все-таки образование должно поддерживаться государством. И процент от общего поддержания должен быть не полтора-два процента, а до пяти. Поэтому, вот, конечно, завершая свое сообщение, я считаю и однозначно, что экономистов нужно готовить с абсолютно четкой технической составляющей подготовки, чтобы было, или потом он будет повышать квалификацию где-то еще год и больше, и можно даже дополнительные средства платить. Наверное, это тоже путь, но он может быть более дорогой. Для технаря, для творческого специалиста экономические знания просто неопротивны. Спасибо. Спасибо.